здравствуйте дорогие друзья сегодня именно вам кто написал комментарий с вопросом я отвечу на ваш комментарий на ваш вопрос ваших вопросов очень много много человек написали вопросы и все ждете вы от меня самых лучших советов и считаете меня супер вашим спасителем но на фоне одного письма я хочу ответить на все ваши последние вопросы которые накопились за последние 10 дней и так выборочно прочту одно письмо а вы послушайте здравствуйте уважаемая елена мне 35 лет ни раз не пользовался тадалафилом и селдинофилом я об этих лекарствах недавно услышал благодаря вам я знал об этих лекарствах только из ваших видео и у меня огромная проблема с сексом я быстро кончаю я пишу читаю то что здесь дословно некоторые нюансы я упущу и так у меня огромная проблема с сексом быстро кончаю во время секса и почаще не получается заниматься сексом раз в день я хочу принимать эти лекарства тадалафил или селдинофил но хочу спросить вам какие дозировки мне положены какие миллиграммы чтобы не навредить себе жду ваших ответов пожалуйста я ваш подписчик всегда ставлю вам лайки с нетерпением жду ваши ролики заранее спасибо вам большое не забудьте чтобы ответить на мой вопрос на мои вопросы и таких писем очень много вы от меня ждете целебных спасительных советов а я очень хочу всем вам помочь и не навредить потому что я для этого и вышла на youtube чтобы помогать людям многие пишут мне описывает свои урологические проблемы мужские проблемы и знают что я не уролог но хотят именно от меня получить ответ и пишут мы знаем что вы не уролог не уролог но мы знаем мы только вам доверяем вы советуете все от души что хочу я вам сказать давайте я на последние ваши вопросы постараюсь ответить в одном видео откуда вы мужчины берете что норма раз в день норма в сексе у каждого своя кому-то может быть раз в день не знаю кто согласится и женщин каждый день заниматься сексом у кого-то два раза в неделю у кого-то раз в неделю кого-то может быть раз в месяц а если женщина не согласна чего вы взяли что вот это норма ну допустим мы об этом не будем говорить вы многие дозировки ищите чтобы назначила правильная как принимать и хотите чтобы я вам посоветовала или тадала фил или сил до до фил чтобы вам не навредить как же мне определиться что для вас лучше когда я вас знаю только по единственному комментарию по одному письму как назначаются такие препараты во первых возьмем два препарата сил до на фил и тадала фил вообще разные препараты разный прием сил до на фил принимается непосредственно перед сексом 30 минут или час до секса тадала фил принимается один раз и действуют в среднем 36 часов как определить какой лучше для вас чтобы подобрать этот препарат этот или тот я должна хорошо знать вас знать вашу историю конституцию половую вашу чем вы болеете какого вы телосложения здоровы вы может быть вы вообще не болеете спасибо хоть некоторые хоть возраст свой указываете а некоторые и возраст не пишут как же мне разобраться какой препарат для вас лучше два разных механизма действия один действует в течение какого-то определенного времени максимум до шести часов 2 при павел препарат до тридцати шести часов а у некоторых мужчин тот что действует тадала фил 36 часов принимается даже раз в неделю и помогает на всю неделю даже у тех у кого были серьезнейшие проблемы с эрекцией и потенцией далее как назначает врач хороший врач мы сегодня говорим про хороших врачей вы идете к врачу врач сначала собирает анамнез он спрашивает у вас какой образ жизни вы ведете женаты не женаты как у вас происходят половые встречи собирают вашу историю расспрашивает о заболеваниях на слух потом он должен изучить вашу карточку посмотреть чем вы болеете посмотрит на ваш внешний вид может осмотрит ваши половые органы есть это уролог андролог поговорит с вами то есть вырисуется у него определенная картинка если что-то непонятно врач обязательно попросит вас дать какие-то анализы чтобы знать что с вами на самом деле узи там разные методы обследования и уже тогда он будет вам назначать самый подходящий препарат который посчитает он сам далее вы купил этот препарат из аптеки должны хорошо изучить его почитать инструкцию многие мудрые мужчины еще до аптеки отправляются в сеть интернет и читают уже там информацию при при про этот препарат инструкцию в интернете читают что там рекомендуется условия применения специальные назначения это все пишет инструкции потом только покупают и начиная применять сами следят у кого давление кому назначают препараты видя что повышенное артериальное давление избыточная масса тела условия работы где человек работает профессиональные заболевания курит не курит пьет не пьет этот человек или изредка выпивает и тут вот это все совокупность всего вы принимаете и сами смотрите как вы переносите этот препарат как он на воздействует неплохо ли вам врач иногда или фармацевт хороший фармацевт может вас предупредить о том что нужно учесть что первое время может быть например головная боль или может болеть желудок что нужно сделать чтобы этого не было может быть скажет что попринимать посмотреть со временем это пройдет и действительно это у многих проходит у кого проблемы с желудком и болел желудок могут назначить омепрозол попринимать а может быть потребуется еще и обследовать и желудок и поджелудочном поджелудочную железу на наличие заболеваний каких-то почему боль возникает обычно эти препараты никакой боли не должно быть то есть я вам как бы я вас не любила не уважала я вам не могу в одном видео или в комментарии дать ответ иногда я делаю личные встречи как если вы живете я на одном конце света вы на другом мы с вами встречаемся через интернет ватсап вайбер мессенджер через разные источники да так сказать созваниваемся видеосвязь вы мне иногда будете отправлять вашу карточку и что потребуется чтобы вас обследовать но это займет тоже определенное время и эта услуга не бесплатно то есть только вот таком режиме еще можно что-то толково сделать поэтому всем вам кто ставит мне лайки кто с таким уважением мне от ко мне относится кто пишет теплые пожелания кто смотрит меня из из-за того что я не хочу вам навредить я не даю таких личных конкретных вам советов потому что это вообще неправильно так не поступают хорошие лекари потому что можно вам очень сильно таким образом навредить поэтому про силденофил могу сказать этот препарат то есть виагров просто народе образно можно все эти препараты так сказать назвать был разработан для тех людей у кого проблемы с сердцем слабая сердечная мышца и другие и ученые и врачи обратили внимание что один из побочных эффектов этого препарата он повлиял на член на мужской половой орган так сказать улучшила реакцию потенцию человека и его порекомендовали изучая дальше увидели что он хорошо влияет на сердце но при некоторых заболеваниях его нельзя у кого ишемическая болезнь сердца например кто инфаркт перенес тому может быть какое-то время после инфаркта нельзя но у меня есть очень много мужчин которые приходят в аптеку они после инфаркта какое-то время прошло обычно это полгода и врачи рекомендовали что-то принимать уже дозировочку подбирали поэтому тут нужно вот этот момент учесть тадалафил принимают более молодые более здоровые у кого нет проблем с сердцем этот препарат можно со спиртными напитками у меня есть видео про силденофил и тадалафил смотрите его но к сожалению поход к врачу нужен поэтому у кого есть такая возможность я вас на прям направляю прямиком к андрологам и урологам в том месте где вы живете у кого такой возможности нет посетить врача тогда вам придется зависнуть на моем канале хотя это все равно неправильно но выход надо искать какой-то и войти на мой канал плейлисты найти важно для мужчин это много много видео про силденофил разобраться в действующем веществе посмотреть мои видео и тогда вы может быть сами найдете правильный ответ для себя но или врач должен на вас потратить время или вы к себе должны уделить внимание и потерять свое время и сами разобраться если нет врача что подойдет вам но надо учитывать свои заболевания читать инструкции может быть посоветоваться если нет уролога андролога с терапевтом с любым врачом с мужчиной которому вы доверяете врачом потому что женщины многие уже видела результаты стесняются что-то обсуждать может быть вы найдете толкового фармацевта который не отмахнется постеснявшись а вот так как я буду вникать и разбираться с вашими проблемами с вашими вопросами и только тогда будет правильно подобран ответ у кого сложности с походом к врачу подписывайтесь на мой канал я буду стараться отвечать на ваши вопросы не надо стесняться есть какие-то вопросы будут адекватные какие-то нет не сиди не смотрите что там пишут вам в комментариях какие вопросы вы задаете глупые не глупые у врачей у медработников нет такого понятия глупый вопрос вы в аптеку приходите за здоровьем приходите лечиться решать какие-то проблемы со здоровьем и мы ну вот я себе говорю и мои фармацевты мы не судим по вас какой вопросы нам задаете если вы задали вопрос то что вас действительно есть вопрос и вы нуждаетесь в ответе поэтому давайте так вот эти все мои видео благодаря вашим вопросам множество вопросов множество ответов многие решили проблемы пишут в комментариях благодаря моим ответом и я очень рада за это кому не получается решить вопрос вы прислушивайтесь моим советом я же не зря советую это вам и надеюсь вы не будете на меня обижаться если я вот таким образом отвечаю для вашего же блага у врачей есть такое понятие не навреди если я не уверена что знаю правильно ответ на ваш вопрос лучше я не буду вам вредить вообще надеюсь это видео было ценным для тех кто ждали от меня ответов кому оно помогло поставьте пальчик вверх поэтому я буду понимать что цена той информации которую я вам преподнесла и чтобы многие люди кто нуждаются в ответах мужчины которые есть такие же вопросы и вы хотите получить ответ чтобы вы нашли ответы для себя с вами была елена ваш домашний лекарь аптекарь